В июле сразу две планеты. Нептун и Сатурн станут ретроградными. Эти планеты заставят проанализировать свои ошибки и сделать все возможное для их исправления. Как провести второй летний месяц с максимальной пользой расскажу я, Кир Зорко. Овны, в июле ваша планета-покровитель Марс наполнит вас энергией и энтузиазмом. Используйте этот бодрящий период для воплощения давних идей и достижения амбициозных целей. Отличным способом расширить свои возможности будет участие в образовательных мероприятиях. Образование откроет перед вами новые горизонты и поможет улучшить благосостояние. Тельцы, в июле поделитесь с близкими информацией, как и почему важно ставить интересы людей на первое место. Такой подход к делам и общению не только повысит лояльность и удовлетворенность в вашей рабочей среде, но и будет способствовать более тесной и продуктивной работе команды. Это в конечном итоге ведет к большему успеху и благополучию для всех участников процесса. Июль. Время, когда близнецам важно уделить внимание отношениям с родителями. Возможно, пришло время разрешить давние недопонимания или просто провести больше времени вместе. Баланс между личными проектами и семейной жизнью поможет вам чувствовать себя удовлетворенным и целостным. Поздравляю всех раков с днем рождения. В июле вам может показаться, что кто-то пытается разжечь ненависть или создать негативную атмосферу вокруг вас. Если это случится, лучше отстраниться от таких людей и общения, которое вас отягощает. Сосредоточьтесь на позитивных аспектах и окружите себя теми, кто поддерживает и вдохновляет вас. Львы. В преддверии вашего месяца силы и дня рождения, звезды напоминают о значимости вклада в общество. Июль идеально подходит для поддержки правозащитных организаций и волонтерских движений. Ваша естественная харизма и лидерские качества могут сыграть ключевую роль в этих направлениях. В июле девам надо быть особенно внимательными, так как увеличивается вероятность столкнуться с вирусами в интернете. Избегайте перехода по сомнительным ссылкам и не загружайте файлы из непроверенных источников. Ваша обычная тщательность и предусмотрительность помогут защитить вас от потенциальных угроз. Весы способны к анализу и уделяют внимание деталям. В июле эти качества кажутся особенно ценными. Ваша дипломатичность и умение различать правду помогут избежать подводных камней дезинформации. Используйте свои навыки критического мышления, чтобы тщательно проверять информацию. Особенно в интернете, где фейки распространяются с легкостью. Июль для скорпионов может оказаться сложным. Важно соблюдать осторожность в распространении информации о ваших достижениях. Избегайте делиться своими успехами слишком широко, чтобы не привлечь нежелательное внимание. Важно уделить особый фокус стилю вашего общения и тщательно контролировать информацию, которой вы делитесь. Стрельцы, ваша любознательность и желание свободы все же откроют перед вами новые возможности, связанные с миграционными процессами. Если вы задумываетесь о переезде в другую страну, сейчас отличное время для планирования, но не поездки. Исследуйте различные аспекты жизни в потенциальных странах. В июле Козероги могут проявить свое упрямство и практичность в достижении целей, особенно применяя новые технологии. Ваше стремление к порядку и эффективности найдет отражение в использовании искусственного интеллекта для оптимизации работы. Это время, чтобы изучить, как инновационные технологии могут помочь вам быть более продуктивными и организованными. Водолеи, не бойтесь в июле говорить о сложных темах, таких как экстремизм, и разоблачать пропаганду ненависти. Ваш голос может стать важным в борьбе за правду и справедливость. Используйте свои знания и платформы для обсуждения и освещения этих проблем, призывая к толерантности и пониманию. Рыбы обладают мягкостью и способностью к принятию. Это отличные качества для начала использования инклюзивного языка в вашей речи и письме. Попробуйте выражать свои эмоции больше через письмо, это может оказаться успешным подходом, особенно для студентов и тех, кто учится. С вами был Кир Зорко, до встречи в следующем месяце. Если вам понравился правозащитный гороскоп, дайте знать своими лайками и комментариями. Субтитры создавал DimaTorzok